Рокстар Геймс 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 В марте Sony закрыла студию Evolution, однако авторы MotorStorm и DriveClub недолго сидели без работы. Их позвала к себе Codemasters. О покупке всей студии речь не идет, но к создателям Колин Макрей Ралли совершенно точно присоединилась целая группа профессионалов, включая сооснователя Evolution Мика Хокина. В озвученном по этому поводу анонсе Codemasters называет себя крупнейшим в мире разработчиком гоночных игр. Что ж, кодикам в этом году исполняется 30 лет, и свежая кровь им точно не помешает. Июнь уже не за горами, а потому крупные издатели один за другим называют точное время начала своих пресс-конференций, приуроченных к E3 2016. У Electronic Arts в этом году будет свое отдельное мероприятие, и начнется оно 12 июня в 23 часа по Москве. Затем 13 числа в 5 утра слово возьмет Bethesda Softworks, а в 19.30 стартует шоу Microsoft. Наконец в 23 часа 13 июня выступит Ubisoft. Между ними как раз есть свободный слот, который, видимо, займет Sony. Но не будем гадать, лучше обратимся к фактам. Например, коротенькому анонсирующему тизеру Titanfall 2, из которого понятно только очевидное. В сиквеле тоже будут внушающие трепет экзоскелеты. Геймплей обещают показать 12 июня, то есть как раз на презентации электроников. Осенью Xbox One и PS4 отметят трехлетие, а в библиотеках обеих консолей по-прежнему далеко не так много эксклюзивов, как хотелось бы. И тут очень кстати, Sony пригодился долгострой Let It Die, над которым Grasshopper Manufacturer работают как минимум с 2012 года. В своем новом экшене эксцентричный Гаити Суда остается верен себе. Главной темой Let It Die станет смерть. Вы будете добывать экипировку, убивая врагов, а когда то же самое сделают с вашим персонажем, вы возродитесь в игровой сессии другого пользователя в виде противника. Помимо живых соперников, вам встретятся боты, но и они представляют собой погибших персонажей других игроков. Создатели обещают изменить представление геймеров об асинхронном мультиплеере и условно-бесплатной бизнес-модели. Демо-версию Let It Die покажут посетителям выставки Pax East, которая пройдет в Бостоне с 22 по 24 апреля. Тогда и посмотрим, что в ней такого невероятного. До релиза Tom Clancy's The Division позиционировалась как мультиплеерный шутер, однако реальность пошла вразрез с ожиданиями Ubisoft. Многие рецензенты отметили, что играть соло не менее интересно, чем в компании, а собранная с момента релиза статистика лишь подтвердила это. Согласно опубликованной инфографике, 57% времени пользователи провели именно в одиночном режиме. Надеемся, в неизбежном сиквеле это учтут и как следует проработают сюжетную составляющую. Во второй раз выехать на завязки и атмосфере вряд ли получится. Какие проекты увидят свет на этой неделе и какие вышли совсем недавно, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Календарь Games Blender». В минувший вторник на ПК и PS4 вышел фэнтезийный ролевой экшен Stories The Path of Destinies. Третий проект от экс-сотрудников Ubisoft и Electronic Arts был благосклонно принят прессой и игроками. Попробуйте и вы, если вам по душе заигрывание со временем, изменяющий сюжет при каждом прохождении. А если хочется проверенной временем классики, то загляните в Steam, там как раз появилась Final Fantasy IX. 16-летний возраст дает о себе знать, но она по-прежнему остается самой высокооцененной частью серии. Завтра с релизом The Banner Saga 2 «Караван» продолжит свой нелегкий путь по северным землям. Но учтите, принятые в оригинале решения отзовутся в сиквеле. А в среду Ratchet & Clank предложат начать знакомство с серией с чистого листа. Ни ремейк, ни ремастер, даже не знаем, как назвать этот сплав различных особенностей нескольких игр серии. Разработчики и сами путаются, так что не будем все еще больше усложнять. Из раннего доступа, как из мафии, просто так не уходят. Но у Don't Strayve Together, кажется, получилось. Уже в четверг самостоятельное дополнение к популярному симулятору выживания получит статус полноценного релиза. Когда-нибудь выйдет и версия для PS4, но конкретные сроки не уточняются. Завершится рабочая неделя мировым релизом Star Fox Zero от Сигеру Миямото и Platinum Games. Этот рельсовый шутер в том или ином виде обитает на системах Nintendo с 93-го года. Поэтому современную вариацию можно назвать переосмыслением переосмысления. Это вам не ремастеры игр прошлого поколения выпускать тут куда все глубже. Всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте, как всегда в конце выпуска, мы демонстрируем вам новый трейлер, переведенный на русский язык. На 3D News вас ждет еще больше новостей из мира игровой индустрии и обзоры самых ярких проектов. На прошлой неделе мы сражались и умирали в Dark Souls 3, а затем взялись за бету Overwatch. До встречи в следующих выпусках GamesBlender, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...